маски когда белые маски надели черные маски а черные маски надели белые маски а затем обменялись масками и затем еще раз еще много много раз люди без масок совсем запутались и от страх петель алилицо когда маски blancs ont mis des маски noir et que les маски noirs ont mis des masques blancs pour ensuite échanger leurs masques et puis les échanger encore et encore à non plus finir ceux qui n'avaient pas de masques ont pris peur au point de perdre la face лавиан роза в розовом цвете с розовым фломастером бамжиха над раскраской бережно склонилась на тротуаре в розовом пенуаре в грязной зато розовые косынки вар лавиан роза старается бамжиха хоть не роза а чернуха жесть не жизнью раскраска модное занятие антистрессовая терапия в розовый раскрасить бы дома и мелькающие мимо ноги полицейских женщин и мужчин и собак и тучи грозовые стрессов у бамжихи очень много а фломастер розовый один лавиан розу Une SDF armée d'un feutre rose, avec passion, s'adonne au coloriage d'un vieil album, tout de rose vêtue. Coiffée d'un bonnet rose et d'un bigoudi rose, elle veut de tout cœur voir cette vie en rose, malgré le froid et le gris de la rue. Colorier des albums, c'est la nouvelle mode, thérapie anti-stress et loisirs créatifs. En rose, elle aimerait colorier les trottoirs, les immeubles, les flics, les passants et les chiens, et les nuages noirs, annonciateurs de pluie. Ce ne sont pas les stress qui manquent quand on est sans toi, avec un feutre rose qui n'écrit presque plus. «Элегантная дама изящно присела. На мобильник снимает огромную лужу мочи. Лужа причудливой формы подсохла. И вроде не пахнет уже и крылата. И можно понять элегантную даму. Эта лужа весьма необычна. Сегодня же лужу на блоге увидят очень многие люди по всему миру. Миллионы подписчиков, тысячи блогов и сайтов скоро будут глядеть на нее, на огромную лужу мочи, что похоже на птицу. А может на ангелы всех бездомных, которые уже никогда не взлетит. «Uне дам très chic с'accрупит avec элегance pour фотографier une énorme flaque d'urine. «La flaque est une forme étrange. On dirait qu'elle a des ailes. «Sèche, la flaque ne pue presque plus. » «La dame y avait raison de la photographier. » « Aujourd'hui même, sur son blog, des tas de gens de différents pays vont voir cette flaque d'urine. » «Bientôt, des millions de curieux, sur des milliers de blogs et de sites à travers le monde, vont contempler cette flaque d'urine qui évoque un oiseau, ou un ange peut-être, l'ange des sans-abris qui jamais ne pourra s'envoler. » «Белый карп. Пятнадцать лет он плавал за стеклом, глотая корм, песок перебирая, как будто нумеруя мягким ртом песчинку каждую, жил молча, не вздыхая. Карп, говорят, порой меняет пол, мужской на женский, этим подтверждая желанье злейшей зол и суета-сует любовь земная. Карп, говорят, мудрейший из рыб, он дорожит лишь в меру жизни даром. И под ножом он затихает вмиг, не бьется и не плачет, ждет удара. Мой белый карп никем зарезан не был, скончался в час назначенной судьбой. Вознесся тихо он в аквариумное небо, мерцая снежно-влажной чешуей. И, следуя за ним, когда пора настанет, без лишних слов, я в ночь нырну. Смотри, там лунный карп плывет над облаками, небесный пускай пузыри. И, следуя за ним, не плачет не плачет, пароль. Регарда, лакарп лунар федебулы, он ныжен, о-десу, ды нюаж. Париж, лакарп лунар федебулы, что воскреснуть, парижским пиреулкам, и отразиться, пьяным клашарам, зеленый в Одессе идиуток. Какая судьба! Париж, рю, дю, рю, дю, барро, зегрил, рю, дю, кафе, ламарин, а кота, дюканал, ой, ледивин канар, дэвор, ле рест д'инкросян, кемият, лагабон. И. И. Пустьが vetёать, где challenge. Однажды кто обявил Нина Деслов? С тех пор буквы, едва соединившись в любовном экстазе, пожирают друг друга. Слова, незрячие от рождения, мрут, как мухи, с кротким и кратким предсмертным жужжанием. Речь отсутствует. Бумага уже не терпит подобного издевательства и стремительно желтеет. Уши и глаза вернут окончательно и больше не подлежат лечению. Un jour, quelqu'un a dit « Les mots sont inutiles. Дésormais, les lettres, à peine unies, en amoureuse экстазe, с'entredévorent. Les mots, aveugles de naissance, meurent comme des mouches, après un bref et doux bourdonnement d'agonie. La parole est absente. «Le papier ne supporte plus qu'on se moque de lui, et jaunit sous nos yeux. La vue et lui se fanent et s'atrophient, et plus rien ne saurait les guérir. » « Des nuages, jusqu'au soir, vers un sommeil promis, où la verdure aiguë des prés vient germer de l'horizon jusqu'à ma tempe, où sur le drap immaculé des cieux se fige une goutte de pluie. » « Franca-rusque estichie. » « Naga, le pied, la main, rouca, le nez, l'oreille, nos et l'ouches. Partie du corps que j'ai perdu, tiré à une части de la tête, постepenne, peu à peu. Ostalse l'échec, la langue seule reste, mais rozdvoïlse, devenu bifide, et siffle, et chépite. Il n'y a toujours de moi, sauf cette langue. Il ne subsiste rien de moi, il n'y a 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 rien de moi. Sous-titrage ST' 501